Добрый день! Сейчас я прочитаю вам сказку свою. Сказка о мармеладной леденцовой стране, прекрасной принцессе Элли и удивительном принце Энри. Жила-была прекрасная и добрая принцесса Элли. Она жила в очень красивом замке, построенном из смеси стилей готического барокко и ренессанса, взявши все самое лучшее из них. В том замке часто слышалась самая красивая музыка великих классиков – Моцарта, Чайковского, Вагнера, Бетховена, Баха и так далее. Это придворные музыканты играли для нашей красавицы. Возле замка стояли белые мраморные статуи, с одной стороны богини Афродиты, а с другой – Аполлона. Также возле замка, где жила принцесса Элли, был очень красивый фонтан, выложенный из белого мрамора, статуи в виде девушки, несущей поднос, на котором лежали грузди винограда, а посередине стоял кувшин, из которого лилась чистая родниковая вода. Возле того фонтана произрастал красивейший сад. В том саду росли разные деревья, которые были всегда в цвету. Некоторые из этих деревьев имели различные плоды – вишня с разноцветными плодами, шелковица, яблони с молодильными золотыми и серебряными яблочками. Также в том саду росли различные цветы, розы без шипов, орхидеи, лилии, гвоздики, тюльпаны, нарциссы и так далее, каких там только не было, которые принцесса срывала и делала из них себе разные красивые платья, а также плела венки из роз и покрывала им прекрасные светлорусые волнистые волосы, спадавшие на белоснежные плечи крупными локонами, вокруг которых порхали красивые огромные бабочки или божьи коровки, изредка садившись на ее платье, чтобы немножко отдохнуть или вкусить нектара. В том саду были слышны пения в виде прекрасных трелей соловья, либо малиновка услаждала слух вечно юной и прекрасной принцессы. Принцесса очень любила гулять по тропинке этого дивного сада и кормить из рук птиц, либо животных, оленят, игнят, козлят, кроликов, бельчат и так далее. Также она и сама очень любила петь песенки, которые сама придумывала. Ее голос был такой нежный и вместе с тем восхитительный своей чистотой, словно колокольчик. Часто она пела, и вокруг нее собирались все животные и птицы. Соловнейные трели ласкают мой слух, розы взор мой небесный ласкают. Я пегасов в упряжку свою запрягу, улечу в замок счастья, любви, рая. В замке том я живу, а вокруг свет и радость, и цветы, и деревья в цвету, и одна лишь любовь с красотой. Я в свой сад возле замка тебя привезу и останусь навечно с тобой. Также возле замка было удивительное, восхитительное озеро. Вода в нем была кристально чистой, теплой, словно парное молоко, и прозрачной, в которой можно было видеть песчаное дно, состоявшее исключительно из круглых ровных камушков, одинаково величины. Также можно было увидеть, как золотые рыбки валихвостки резвились в том озере. На поверхности этого озера росли разноцветные кувшинки, над которыми порхали бабочки. Принцесса Элли часто садилась в свою золотую лодочку, запряженную двумя прекрасными белыми лебедями, и плыла на другой берег. Там, на другом берегу, паслись ее любимые пегасы, которых она запрягала в белоснежно-позолоченную повозку и летала вокруг замка по воздуху, либо садилась на своего белоснежного коня-единорога и пускалась голопом по всему своему лесу, состоявшему из плодово-ягодных деревьев. Однажды, когда она каталась на своем волшебном коне-единороге по лесу, то, выехав на полянку с велой земляникой, решила немного поройтись и полакомиться чудесной ягодкой. Вкусив несколько ягод, вдруг ее потянуло в сон, и она заснула, и ей приснился удивительный сон. Снится ей, будто находится она в неведомой стране, где все здания состоят исключительно из леденцов, и текут мироволадные реки, и правит той страной удивительно прекрасный принц Энри, волосы которого вьются темными локонами, а глаза черны, словно смоль. Элли просто влюбилась с него с первого взгляда, и он будто бы даже ее знает и уже любит всем своим жарким сердцем. Энри приглашал ее посетить его дворец, и, сказав ей, что найдет ее и женится, вдруг надевает ей на палец обручальное кольцо с небольшим бриллиантом в виде сердца и целует страстно в губы. От этого поцелуя принцесса проснулась вся в поту и желание быть только с ним. Но каково же было ее удивление, когда на ее правом безымянном пальце красовалась только лечко из ее сна. Неужели это правда? И она была в той стране. Еще она вспомнила, как принц Энри сказал о том, что на это кольцо не простое, а волшебное, и если она захочет его увидеть, то ей достаточно просто потереть бриллиант, и она очутится в той стране. Принцесса Элли решила проверить истинность своего сна, а заодно снова увидеть своего возлюбленного. О, как она его любит! И вот она уже в той стране стоит у мармеладной-ливанадной речки. Но как же ей переплыть на другую сторону? Только подумала об этом принцесса Элли, как тут же возле нее очутилась шоколадная лодочка, такая легкая, воздушная, покачивающая от ласкового дуновения теплого ветерка, резная, с двумя витыми веслами из белого шоколада. Элли села в нее и поплыла. Весла сами грибут, и доставили лодочку с ней до противоположного берега. Только опустилась прекрасная принцесса на сахарный берег, как тут же возникла ровная дорожка из разноцветного монпансия, вдали которого виден был разноцветный леденцово-марципановый изъездной замок с разными башенками, колокольчиками. Колокольчики все позвякивают, дзынь-дзынь, словно ее приветствуют. Элли идет, дзынь-дзынь, удивительно их ей слушать. Но еще больше смотреть, как поблескивают на солнце золотистые леденцовые купола замка. И чем больше она удивилась, тем более красивым становился разноцветный замок. По бокам монпансиеновой дорожки росли десковенные деревья, на которых висели гроздьями мятные пряники, конфеты. Внизу по зеленой леденцовой траве бегали удивительные животные, напоминавшие антилоп. Они бегали на своих тоненьких хрустальных ножках и срывали леденцовые цветы, а на их тонких шеях висели серебряные колокольчики, так же, как из замка, позвякивали. Дзынь-дзынь, создавая все вместе удивительную мелодию любви. Какие это были грациозные и прекрасные животные. Изредка можно было наблюдать, как маленькие ребятишки играют с этими животными. Некоторые из них играли на серебряных флейтах. Так, колокольчиков. И были и такие, которые просто качались на позолоченных качельках. Также принцесса видела очень красивых женщин в белоснежных прозрачных платьях, сквозь которые можно было видеть красоту и грациозность их божественных тел. А волосы, которые были собраны вверх, причудливой формой прически, изредка спадавшие на их платье. Они сидели на красивых резных стульчиках, играли на золотых и серебряных арфах музыку, которая лилась и журчала в унисон всем звукам окружающего пространства. От этой прекрасной и небычайной музыки внутри принцессы Элли просыпалась ее и пела душа. Заслушавшись этой музыкой, любуясь окружающей ее красотой, принцесса Элли наконец дошла и до замка. Подойдя к замку, принцесса Элли остановилась возле крутой витой золотой лестницы. Сердце Элли сбешено заколотилось, словно хотела выпрыгнуть из груди. Боже, что я здесь делаю? Ей вдруг захотелось бежать, она развернулась, уже намеревалась начать обратный ход, как кукол слышала за ее спиной приятный бархатистый теплый ласковый голос принца Энри, который кликнул ее, взяв ее руку в свою, прижав к своей груди. «Милая моя Элли, куда ты? Как я счастлив, что ты вернулась ко мне, моя самая прекрасная на свете принцесса!» И тут, сама, не понимая, что происходит с ней, принцесса Элли поцеловала принца Энри. «Господи!» — произнесла Элли. «Неужели это не сон? Как прекрасно!» «Я тебя люблю, мое самое дорогое сокровище на свете, моя богиня, и теперь мы будем вместе всегда, потому что я прошу, чтобы ты стала моей женой и правила со мной в моем королевстве». Через три дня принцесса Элли и принц Энри поженились, и была у них самая красивая свадьба на свете, и жили они долго и счастливо то в одном королевстве, то в другом, имели очень гармоничную семью, построенную на взаимном уважении и любви к друг другу, и родилось у них много маленьких прелестных ребятишек. Каждый вечер вспоминали свою историю, которую позже пересказывали их внуки своим, а те, в свою очередь, своим правнукам, превратившись в итоге в легенду. «Живите и любите, и пусть на вашем пути встретится ваша истинная любовь, которая продлится вечность». Конец. Благодарю за внимание. Надеюсь, что вам понравится моя сказка, которую я сочинила, как символ любви и процветания и гармонии в этом мире, как символ другого измерения, которое у нас будет и которое напоминает мне тот мир, из которого я пришла в этот мир вместе с Дэвидом Гарреттом, и мою любовь с Дэвидом Гарреттом. Я благодарю вас за внимание и желаю вам искренне от всего сердца счастья. Пусть приумножится любовь в этом мире, гармония в этом мире, красота в этом мире и счастье в этом мире. Пусть все влюбленные овретут свои семьи и никогда не разлучаются, и будут всегда рядом. И желаю вам искренне счастья. С вами была Тора Люкс. С вами была Тора Люкс. С вами была Тора Люкс.